Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идёт. Любимые песни, любимые актёры. Каждый из них приготовил по одному или несколько номеров. На площади перед Дворцом культуры гости и жители Гостогаевской. Это популяризация нашего города-корорта, привлечение дополнительных наших туристов. Но для жителей Гостогаевска и для других сельских жителей, это прежде всего возможность пообщаться с любимыми актёрами в таком неформальном подходе, когда можно посидеть где-то с ними вместе за столом. Ещё вчера или утром мы их видели в любимом сериале, а сейчас мы можем с ними пожать им руку, пообщаться и спросить, как у них дела, например. Да знаю, я по сериалам всех их знаю, и Грамушкину знаю, и Севчук. Валентина Толокнова переехала на Кубань три года назад из Новгорода. С тех пор Гостогаевские встречи – одно из ожидаемых и любимых мероприятий. Дети красиво выступают, интересно. И взрослые тоже, песни хорошие. И попеть можно с ними вместе. Песня «Тбилиси». Киношок уже четверть века объединяет кинематографистов из России, стран СНГ и Прибалтики. Как раз из концепции фестиваля практически сразу возникла идея собираться в Анапе, но не у самого моря, добавив этнических мотивов, которыми богат город-курорт. Вице-президент киношока Ирина Шевчук отметила, что формат Гостогаевских встреч актуален, был и будет оставаться практически неизменным. Это уже как легенда. Она передается из ума с места. Кто-то здесь был когда-то, там, как вот Женя Герчаков 25 лет назад, а кто-то никогда не был. И в Москве она сказала, ну Гостогаев, ты обязательно поезжай. Как это можно разрушить? А когда первые разы мы приезжали, наши киноведы и кинокритики, и были еще старшие поколения кинематографистов, жили, говорили, о, Ирьев был прав. В кубанских казахах все правда, так оно и есть. Легенду подхватило уже следующее поколение кинематографистов. Актер Илья Абалонков отметил, что мероприятие по-своему уникально. Это потрясающий отдых. Это набор хороших, положительных эмоций. Ну, конечно, да, это некий обмен энергии. Когда тело отдохнувшее, дух всегда хочет работать. Конечно, что-то прибавляется. В парке каждый сельский округ открыл собственный хлебосольный уголок. Свой жители станицы Благовещенской стилизовали под блиндаж с копиями оружия всех основных участников Второй мировой войны. Бери и снимай фильм. Однако это не реквизит, а дань памяти тем, кто погиб при освобождении Анапской земли. Все дни освобождения как раз сентябрьской, поэтому решилось сделать не курение, а вот именно блиндаж. Ну, естественно, с элементами казачества, казачьего быта. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Примерно за час до того, как киношоковцы пришли в парк, Илья читал со сцены Симонова. Никто ни о чем заранее не договаривался. У кинематографистов и станичников куда больше тем для задушевных бесед, чем может показаться. А благодаря самой демократичной кинофестивальной площадке вполне могут появиться те самые новые российские фильмы, о нехватке которых часто рассуждают критики.